Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале! Сегодня мы с вами приготовим вот такой вот хлеб с чесноком и зеленью. Готовим сегодня его в первый раз. Всем, кому это интересно, оставайтесь до конца видео и давайте приготовим его вместе с вами. Нам понадобится теплая вода, молоко, сливочное масло комнатной температуры, оливковое масло, измельченные свежие укроп, чеснок, сахар, соль, сухие дрожжи, кунжут. Я очень люблю добавлять в хлеб кунжут именно с детства, потому что хлеб приобретает очень вкусный оттенок. И также нам еще понадобится пшеничная мука. Все продукты загружаем в хлебопечку согласно инструкции к ней. Общее количество продуктов будет указано, как всегда, в описании под видео. У меня идут сначала влажные продукты. В конце идет просеянная мука и сухие дрожжи. Кунжут я добавлю попозже, когда хлебопечка издаст сигнал для подачи кунжута. Ведерко отправила хлебопечку, выставила первую программу басик. Это основная. Цвет корочки темный и вес 1 килограмм. Ну вот, хлебопечка пропищала. Сейчас во время замеса я добавляю кунжут. У нас получается такой красивый колобок. Если у вас колобок слишком жидкий, добавьте немного муки. Если наоборот слишком твердый, тогда добавьте немножко жидкости. Но эта пропорция очень хорошая, должно быть все нормальное. Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, дорогие друзья, наш замечательный чесночный хлебушек с зеленью готов. Он получился с такой легкой ноткой чеснока и зелени. Лично мне этот хлеб очень понравился. Правда, немножко упала верхушка в нем, но я думаю, это потому, что я добавила за много дрожжей. Я добавила 5 граммов. Лучше добавить 4 или 4,5. В описании подбить его я вам напишу, так и напишу. А вы уже сами там смотрите. 4 или 4,5 добавить. Надо, в общем, экспериментировать. Сготовила я его первый раз. И я думаю, у него все-таки у меня получился хорошо. Самое главное, что он очень вкусный. Ну а я с вами прощаюсь. И я с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания. Ну вот, дорогие друзья, вот такой замечательный хлебушек у нас получился. И, конечно же, получится у вас, если вы захотите его приготовить. Субтитры сделал DimaTorzok